Здарова, друзья! Сегодня будем снимать еще один, конечно же, опрос. Вы к парням подходите и спрашиваете, что они сделают, если вот этот парень шлепнет их девушку по заднице? Ну, пока не знаю, может, еще пару девушек спросим, что они в таком случае сделают. Очень, поехали! Смотри на вот этого парня большого, запомнил? Да, вижу. Смотри, представь себе ситуацию, ты гуляешь со своей девушкой на улице, а он подходит и шлепает ее по заднице. Твои действия? Надеюсь, она умеет быстро бегать. Я знаю его, да. Мартин Форд, ты увлекаешься спортом? Да, интересуюсь очень. Я думаю, я испугаюсь. Я даже не знаю, как бы я отреагировал сейчас. А если вот будет такой, знаешь, человек, ну вот как я, скажем? Ну? Ну, твои действия. Надеюсь, она все равно умеет быстро бегать. А если вот, допустим, смотри, ну вон вот тот мужчина. Не, ну тогда шанс у меня немножко есть. А в принципе, ну как ты, твоя реакция, вот если серьезно, ну обычный человек, просто обычный. Вежливо попросить, так не делать. А если он не послушает? Насилие будешь применять? Ну, как говорится, обезьяна с палкой самая сильная обезьяна. Вот если будет что-то под рукой, тогда да. А если нет, тогда словами. А если бы это был, скажем, не Мартин Форд, а, ну скажем, ну вот этот молодой человек, ну я бы как-то отреагировал. Ну как отреагировал? Ну я бы точно ему сказал, что какого черта ты лезешь к моей девушке. Словами бы начал, да? Сначала да. Грубо или вежливо? Сначала обычно. Хорошо. А если он, скажем, ну послал тебя нахер, скажем, ну вообще не идет на контакт с словами? Ну я, наверное, попытался бы избежать конфликта. К силу бы не применял? Пытался бы не применять. А в случае с Мартином Фордом ты бы и слова не начал применять? Если бы это был Мартин Форд, я бы ему только руку пожал. Если это моя девушка, да? Твоя, да. Жена, девушка, неважно. Ну по идее нужно бузить, да? Ну, я не знаю. Это твой ответ. Я бы, наверное, не рискнул. Ну в принципе, я думаю, я бы сказал, что это не позволительно себя так вести в принципе. То есть ты культурно-то снижаешься? Да, я сказал бы извинить, пожалуйста, твоя девушка. Молодой человек, пожалуйста, подержите свои руки. Да, извините перед моей девушкой, пожалуйста. А если бы он начал включать быдло, знаешь, типа, да что, блядь, толкать тебя все дела? Ого, ого. Ситуация опасная, конечно. Ну и что ты сделал? Я думаю, пришлось бы обратиться к органу специально за помощью. Ну пока бы ты к ним обратился, я думаю, тебя бы уже отпиздили. Да, думаю, да. Запомнил его, да? Да. Ну в деталях не надо, просто примерно. Смотри, такая ситуация. Гуляешь ты со своей девушкой где-то на улице, он подходит и шлепывает твою девушку по заднице. Твои действия. Блин, придется его пошлепать. Его пошлепаешь? Ну. И не будет страшно? Да нет, в принципе. Два 10 ростом, 150 килограмм. Ну и что? То есть ты всекешь ему? Ну, я думаю, что как-то честь отстаю. Впервые, впервые слышу сегодня такой ответ. Реально много мужчин опросил впервые. Ну чего? Храбрый человек. Можешь по бороде зацепить. Друг повезет. Ну ты попытаешься, да? Конечно. Хорошо. А если какой-то дрыщ? Ну это вообще беззарубивого. Ну придется все равно какого-то лящика легенького дать. Ну тому бы ты пожестче бы въебал, да? Ну я бы уже его, блин, рубил бы. Как дерево, блин. Да. Какой бы не огромный человек был бы, я, жертвая собой, все равно поступился за свою девушку. Ты считаешь, что жертва с себя ради женщины это благородно? Ну я же думаю, он бы меня не убил. Ну я вот не знаю, честно. Я бы, знаешь, не надеялся на это. Хорошо, другая ситуация. Ты, значит, сидишь со своей девушкой в ресторане, он подходит третьим, не обращает на тебя внимания, начинает с ней знакомиться. Ну пришлось бы с ним какой-то диалог провести. То есть на этот раз все-таки словами? Воспитатель. Ну да, я думаю, это же было бы публичное место какое-то. Ну если бы он БК включил, то ты бы уже начал рубить, да? Да, пришлось бы, да. Сегодня такой ответ адекватный. Блин, сложный вопрос. Ну, наверное, что ты начнешь с диалога какого-то, да? Конечно, я буду стараться обратить на себя внимание, как-то сделать себя более показательным, наверное. Наверное, да, 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 да. Ну я думаю, на него это не произведет впечатление. Он 2,10 ростом, 150 килограмм. Конечно, ну, буду как-то стараться. Если он, значит, со мной сидит, или это друг, я буду делать так, чтобы он и мой друг был бы. Ну вот не обращает он на тебя внимания полностью. Или БК включил, начинает на тебя материться. Я бы его игнорировал. Ну он в это время с твоей девушкой разговаривает. Я бы забрал бы свою девушку и пошел бы гулять с ней один на один. Адекватно, адекватно. Знаешь, я обычно задаю второй вопрос еще, но мне кажется, в твоем случае это даже бессмысленно. Ну давай задам все-таки. Да, да, да. Ты сидишь со своей девушкой в ресторане, и к вам подходит Мартин Форд третьим и начинает просто знакомиться с твоей девушкой, не обращая внимания на тебя. Вот тут я бы уже отреагировал. Мартин Форд, не Мартин Форд, вот похер. Надо реагировать. Да, 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 да. То есть, ну если бы он тебя игнорировал, продолжил полностью. Я даже не знаю. То есть, нет, все-таки к силе ты не придешь. Ну, какая сила против Мартина Форда, во-первых. Ну да. А во-вторых, даже не знаю, надо по ситуации смотреть. Так сложно ответить. Я бы мог сказать, что я как бы отреагировал как-то, но я не знаю, честно, интересно. Ой, я даже не знаю, что сказать в этой ситуации. Ну, представь себе ситуацию, вот что бы ты делал? Сидел бы молча? Да нет, я бы ему сказал бы пару слов, но я думаю, к чему это хорошему не привело бы. Каких слов? Ну, примерно. Казал бы, как минимум, это моя девушка, а не трос я. Иди, иди нахуй отсюда, да? Ну да, что-то в этом роде. И не побоялся бы? Думаю, нет. А если бы он начал напирать на тебя, как бы? Он подвинулся к тебе и сказал, братан, еще раз такое слово. Ну, мол, еще получил бы пизды, и все. А если дрыща, ну, просто вот твой друг, такой же как он. А, такой же... Ну, там без разговора вообще. В щи сразу, да. С вертухи, как говорит, Дабур Билл. Большого дяденьку видишь? Да. Запомнила, да? Да. Хорошо, смотри, такая ситуация. Идешь, ты прогуливаешься со своим молодым человеком где-то по улице. Он подходит и шлепает тебя по заднице. Какие твои действия? Я не знаю, я, наверное, его обматерила. Обматерила? А не боишься, нет? Нет. А почему? Не знаю. Знаешь, до этого я опрашивал около, ну, не знаю, там, 5 или 6, больше мужчин получил от них интервью. И все они, грубо говоря, испугались. Они бы не стали ничего делать. Почему ты не боишься? Ну, наверное, потому что я девушка, а он парень, я думаю, парень не стал любить девушку. Ну, да, наверное. Но если порядочный, хороший мужчина, то нет. Мужчина, ударивший женщину, непорядочный уже 100%? Да. По твоему мнению? Или вообще в принципе? Да. Это абсолютное мнение? Или только твое? Не, думаю, наверное, только мое, но может быть еще кто-то так думает. Просто я, ну... Да, кто-то так думает. Примерно полнаселения планеты. Ну, не будет мужчины, если он ударит женщину. Уже не мужик? Уже нет. Смотри, сидишь ты где-то со своим молодым человеком в кафе, и он подходит, подсаживается к вам третьим за столик и начинает с тобой знакомиться. Культурно, нормально, но полностью игнорируя твоего молодого человека, который сидит рядом. Я бы от этого молодого человека отказалась бы, просто бы пошла. Твоего? Твоего, да? Да, потому что он ничего бы не сказал, просто сидел дальше и молчал. Ушла бы с этим, который пришел познакомиться, со здоровым, да? Нет, я бы ушла бы одна, а дальше бы они сидели бы. А ты не считаешь, что он просто может испугался, он же, ну, все-таки человек не маленький, выглядит, устрашает татуировки на черепе. И что, он должен все равно постоять за свою женщину. Хорошо, давай другая ситуация. Вот на вас напали с ножом, должен ли он тебя защищать, или может вы вдвоем убежите? Вдвоем убежим, еще бы сразу. А, то есть тут уже убежит. То есть, ну, ты не считаешь, что он может просто руками убить его? Может, конечно, но лучше уже двоим спасаться, чем одного убить. Ну, ты же только что говорила, что он должен хоть что-то сделать. Ну, это уже одно. Это, если, например, мой парень будет размером того парня, то, может быть, он еще не сбежит, он полезет драку. Но если он будет поменьше, как бы, думаю, вряд ли он как-то на него полезет. Ну, я тоже считаю, что он не полезет, поэтому, как бы, вот... Она вот сразу отказывается от своего парня, который не лезет, это все ссыкло, все, я не хочу с тобой быть человеком. А, да, вот еще, типа, а если любовь? Ну, если любовь, с ним бы ушла бы, потом бы ему такое высказала, чтобы потом это защищал бы и удавал бы этот отпор. Она сама бы ему всекласса. Ну, в любом случае, вне зависимости от молодого человека, я поворачиваюсь, даю леща, это как минимум, да. А потом должен, ну, соответственно, если со мной мол... Извиниться должен? Ну, конечно. А если он, ну, скажем... Во-первых, если у меня есть молодой человек, мой молодой человек никогда не позволит просто так ему уйти. Если это молодой человек, я буду так выбросить. Ты же его видела, ты считаешь, что твой молодой человек полезен на него. Ну, вдруг мой молодой человек будет... Он 2-10 ростом. 2-10. Вдруг мой молодой человек будет круче. 150 килограмм. Кручения его практически нет на планете, я вам сразу скажу. Ну, будем выкручиваться. Что я там второе задавал-то? Ну, вы с молодым человеком сидите где-то, обедаете в ресторане, в Магдангзе, не важно. И он подходит, третьим садится, не обращая нашего молодого человека, начиная с вами знакомиться. Я даже не буду с ним разговаривать. Игнорировать полностью. Ну, конечно. Самый интересный ответ, который я сейчас слышал. Ну, вот это, наверное, самое действенное. Он просто почувствует себя униженным и уйдет. Ну, конечно. 2-10 ростом. Миленький. Татуировки на черепе. В общем, подходит к вам он на улице, шлепает по заднице, вы гуляете вместе со своим молодым человеком. Ваши действия? Пойти в больницу, потому что задница явно не пережит. Тазовое бедро сразу сломано, да? Ну, да, он довольно сильный человек. Ну, а если серьезно? Ну, если серьезно, то... Мне кажется, я бы повернулась и просто бы стояла в афиге. Мне кажется, большинство людей именно так бы и сделали. Не-не-не, просто, знаете, а представьте, что к вам подходит такой человек, шлепает по заднице. Какая ваша реакция? Да. Я бы очень был удивлен. Я бы, наверное, молча бы пошел дальше, честно. Ну, вот, похожая ситуация. Ну, и под конец я лично сам вам отвечу на этот вопрос, друзья. Я вот честно заблуждаюсь. Мне кажется, что я бы, ну, может быть, словами начал. Но вот лезть в драку, я думаю, что мне кажется... Хотя, знаете, хер его, может быть, и полез. Я-то знаю, что Мартин Форд не боец, что он как бы в боях участвовал только в подготовке к фильму. Да, вот это неоспоримый. Но я-то вообще в боях не участвовал, даже в подготовке к фильму. Поэтому все-таки мне кажется, все-таки, что я бы не полез. Поэтому, в общем, напоминаю вам о том, что вы можете задать свой вопрос в комментариях под этим видео. И, возможно, именно ваш вопрос я выберу для следующего своего выпуска. Так что ставьте в комментариях свой вопрос или лайкайте чужой. Там посмотрим по количеству лайков, какой больше всего он наберет. Может быть, тот и выберу. Может быть. Я не говорю точно. Все, на этом прощаюсь. Ставь лайк, пиши комментарий, опрос под этим видео. Подписывайся и колокольчик ставь. Спасибо, что смотрел. С тобой Виталия Дан. Всего хорошего, друзья.